В Ладвии впервые за государственный счет провели операции по стимуляции блуждающего нерва. Такая операция помогает ребенку с эпилепсией существенно снизить число припадков. Примерно от 20 до 30 процентов видов эпилепсии не поддаются лечению медикаментами, рассказал детский невролог Юргис Страутманис. В таком случае есть три варианта лечения. Кетогенная диета, хирургическое вмешательство и стимулирующая терапия. Одна из таких терапий – стимуляция блуждающего нерва. Сама операция не новая. В мире она применяется еще с конца 90-х. В Латвии с 2018 года провели 11 таких операций. Все за пожертвования. А на этот раз в детской больнице сделали три операции за государственный счет. И это впервые. Известно, что такая стимуляция нарушает чрезмерную электрическую активность, нарушая электрическую синхронизацию в мозге, что является причиной эпилептических припадков. Уже через 1-2 года после операции положительный эффект проявляется у половины пациентов. Через 5-10 лет показатель увеличивается до 80 процентов, рассказал Страутманис. К слову, в мире таким способом лечат не только эпилепсию, но и депрессию. У каждого из нас вот здесь, в горле, есть такой нерв, блуждающий нерв, который передает информацию нашим внутренним органам от мозга и обратно. Если к этому нерву прикрепить небольшой электрический провод и подключить его к электростимулятору, который время от времени включается и дает слаботочную электрическую стимуляцию, то через этот блуждающий нерв мы можем стимулировать мозг. По словам Страутманиса, каждый год необходимы около 10 таких операций. В этом году выделены деньги для семи детей.